Девушки из молодежного клуба Стмеги посетили очередной мастер-класс. На этот раз они вновь окунулись в мир прекрасных цветов, научились о замфлористике. За пару часов им удалось создать незабываемый букет из георгин, роз и гвоздик. Декоративная зелень придала цветочной композиции яркие незабываемые ароматы. Флористы отмечают, что используют для создания букета растения из разных уголков земного шара. И если клён попал на мастер-класс из ближайшего московского парка, то листья фисташки из Средиземноморья. А самый дальний гость в этом букете – эвкалипт. Его привезли аж из Голландии. Он придает очень красивое настроение, легкости и воздушности, и он помогает сделать корзины более объемной. То есть, если, например, обратить внимание на начало корзиночки Анны, у неё эвкалипт поставлен коротко, и поэтому получается характер более плотный. А у Ноа эвкалипт задает вот это вот движение, красивые такие объемные выбросы. То есть, этот материал можно использовать по-разному, но чаще всего, конечно, флористы предпочитают использовать его длину и вот такую вот очень красивую форму роста. Девочки с удовольствием пришли. Каждое занятие у них, конечно, каждый мастер-класс что-то иное, разные форматы, разные идеи, разные цветы. Ну, поэтому, а цветы – это такие живые существа вокруг нас, они не могут не радовать. Букет из роз, георгин и кустовых гвоздик – каждый уникален и отражает характер девушек. Это несложно было делать, мне не нравятся стандартные круглые формы, мне больше нравится что-то такое асимметричное. Поэтому также в своей работе я выбрала овальную корзинку, и если мы посмотрим, здесь расположение цветов, оно идёт не центрально, оно именно здесь везде асимметрия. Это то, что мне всегда нравилось, и всегда нравилось какое-то нечётное количество по цветовой гамме. Мне обычно нравится, когда просто букет состоит только из одних цветов, без всего лишнего, как мне казалось. Но этот оказался очень красивым, нежным, и тут как бы ничего лишнего нет. Вот, очень красиво. Ну, сами цветы несложно, а вот какие-то элементы декоративные, которые надо собирать, немножко сложновато. Но если она учится, допустим, во второй раз, я думаю, уже лучше получится. Мастер-класс даёт для меня возможность получить новые знания, как-то отвлечься, расслабиться, ну и, естественно, общение с новыми людьми. Во время мастер-класса девушки сумели не только ближе познакомиться друг с другом. Они получили массу положительных эмоций и ещё шикарный букет, который будет радовать их изо дня в день. Редактор субтитров А.Семкин